Девушки отдыхают Он все-таки главный, это его отец, это Ким Ир Сен, он так продолжатель. Продолжатель отца, ну и отец нынешнего высшего руководителя, как называют, любимый генерал, высший руководитель, верховный главнокомандующий, товарищ Ким Чен Ын. К вопросу о слезах на глазах. То, что активно обсуждали все, кто видел репортажи с похорон, это почему все-таки люди рыдают и глобально, почему северокорейцы не воспользуются открывшейся для них, вроде бы, возможностью со смертью Ким Чен Ын и не заживут, наконец, как люди. Ну, почему они рыдают? Ну, во-первых, вот такая вот реакция, которая кажется чрезмерной, странной, это вообще совершенно традиционное поведение в Корее. То есть, можно посмотреть, например, как в 79-м году, когда убили южнокорейского диктатора и реформатора, и создателя южнокорейского экономического чуда генерала Пак Джен Ки, там были очень похожие сцены в Стеуле. Это так полагается вести по старым правилам. Сейчас они на юге забыты, а в Северной Корее вполне живы, когда умер кто-то дорогой. Ну, кто-то реально чувствует себя, так сказать, преданным вождю, который символ нации, страны. Кто-то кому-то просто сказали, вот, значит, в 12 часов выходим на улицу, там рыдаем, будет телегруппа. Ну, рыдают. Кто-то искренне, кто-то неискренне, кто-то под влиянием, так сказать, групповой психологии, кто-то искренне считает, что вот, все-таки был великий у нас такой маршал, но на нем... То есть, на самом деле, это не продукт тоталитарной некой системы, то есть, люди там запуганы так, что рыгают... Кто-то запуган, но далеко не все. Но при этом это корейская традиция вот так выражать... Вот именно вот такие вот странные мощные рыдания, там, сказать, раскачиваниями, прыганиями... Вот этот вот жест... Да, это просто традиционные жесты, которые сейчас остались именно на севере, на юге они исчезли. Это очень интересно. Правда ли и вообще можно ли говорить о чем-то, кроме как на уровне слухов каких-то неточных вполне, когда речь идет о Северной Корее, что сажают тех, кто не рыдает? Думаю, что это неправда. Я даже отслеживал, откуда появился этот слух. Это, скажем, по-видимому, началось с местного перегиба в одном из уездов, где вроде бы посадили несколько человек на маленький срок не за отсутствие рыданий, а за непосещение собрания траурного. Безуважительные причины, но их, так сказать, в профилактических целях и запекли. И стали грозить, что и вот и другие, если они будут, значит, отлынивать от проявления должного траура. Потом там присутствующий подпольный корреспондент одной из южнокорейских интернет-порталов об этом сообщил, а потом все как-то разрослось, как снежный ком. То есть слухи сильно преувеличены, хотя не совсем безосновательны. То есть факт был, но массовое сиявление преувеличено? Да, факт был, но не массово. Справится ли наследник теперь, как считаете? И вообще, почему его поддерживают? Были же тоже разговоры, что может там как-то военные перехвестили? Ну, а что делать? Понимаете ситуацию? И главная проблема. У них под боком Южная Корея. Разрыв в уровне жизни между севером и югом колоссальный. Если верить оптимистам, 15-кратный. Если верить пессимистам, 40-кратный. Это самый большой разрыв жизни, разрыв в уровне жизни, в уровне доходов между двумя странами, имеющими сухопутную границу. То есть, если они, допустим, попытаются сделать то, что им все советуют. А им советуют что? Делайте, как Китай. Китайцы советуют. Хватит дурью маяться. Делайте, как мы. Все будет замечательно. Но корейское руководство, зависит все от руководства, не слушает. Они понимают. Они отлично понимают, в чем дело. Смотрите, если они сделают, как в Китае. То есть, сохранят правление, идеологию. Да, но на словах. В Китае, как там одна такая упаковка революционная, в жизни капитализм. Ну вот, да, экономика начнет расти. Но китайцы рады. Китайцы поддерживают правительство. Они резонно считают, что, ну вот, смотрите, у нас есть стабильность, мы живем с каждым годом лучше. А то, что у нас там авторитаризм, это не столь важно, в конце концов. В Южной Корее будет, у Северной Кореи другая ситуация. Как только произойдет какое-то послабление, народ узнает о том, насколько они отстают от Южной Кореи. Очень большая вероятность того, что народ по германскому сценарию, по румыно-германскому, начнет требовать объединение. Может, обойдется, риск большой. Если это произойдет, те люди, которые сейчас правят страной, это наследственная элита. Не только вот правящая семья, там и министры, это все наследственное. Второе, третье поколение. Им не поздоровится. Они не то, что власть удержат, им, дай бог, живыми остаться. Поэтому они не хотят заниматься какими-то опасными экспериментами, не стремятся поддерживать систему, чтобы как все было, так будет впредь. Как это возможно? Как долго еще это может тянуться? Очень долго. Там же еще люди есть, кроме руководителей. Ну, а кто же спрашивает? То есть, история Северной Кореи показывает, что если правительство достаточно жестко, достаточно, так сказать, готово стрелять, когда нужно, и в состоянии контролировать, так сказать, потоки информации, в стране нет интернета, вообще нет интернета. Доступ даже у высших чиновников по очень жесткой пропускной системе к интернету. Небольшое количество, там, вверх несколько сотен имеет этот доступ. В стране является уголовно наказуемым преступлением владения, например, радиоприемником с свободной настройкой. Все официально продаваемые фиксированную настройку имеют. Нажал кнопку, песня о великом вожде, нажал кнопку, песня о любимом руководителе. Вот, если ты можешь так держать ситуацию под контролем, это может продолжаться довольно долго. А что там с мобильной связью? Мобильную связь разрешили. Они ее разрешили, потом запретили, сейчас разрешили порядка миллиона телефонов. С точки зрения, конечно, поддержания стабильности, это опасный шаг. Но они на него пошли. Можно, в общем, догадываться почему. Но, в общем, они достаточно хорошо контролируют информационное поле. И народ, так сказать, где-то запуган, а где-то просто не знает об альтернативе. Плюс очень важный момент. Во всеми всяких революций, там, движений демократических, антидемократических, любых, рядовая масса, так сказать, не только рядовые, но вот низы элиты, мелкое чиновничество, молодые офицеры, они понимают, ну, там кто-то там сверху сменится, ну, будет там новый, вот, как в Египте, там, мубарок, там, исламисты, демократы. Ну, вот я как командовал батальоном, так и командую батальоном. Как я там заведующий какой-нибудь там группой в департаменте, так я и буду заведующим группой. А северокорейское чиновничество, вплоть до самого низа, они понимают. Рухнет система, я тоже, хорошо, если там буду работать, не знаю, там, чистильщиком туалетов. Они же знают, как в Северной Корее относились с тем, кто когда-то как-то сотрудничал с южнокорейцами во время войны. Ожидаю, что и к ним также будут относиться. Поэтому, значит, все, кто что-то знают, что-то значат, они считают, да, может быть, у нашей системы огромные проблемы, но если она рухнет, мне и моей семье будет очень плохо. Поэтому они держатся. Ну, это мы говорим о миллионе двух, а остальные, а кто же их спрашивает? То есть можно говорить о том, что в Северной Корее уникальное образование, потому что там совершенно нет никаких предпосылок к какой-то хотя бы отчасти демократизации? Ну, в обозримом будущем я их не вижу. Ну, дальше там свои интересные события происходят. Там, например, мы воспринимаем ее как какую-то социалистическую страну, там, с государственной экономикой. Государственная экономика там давно рухнула. Там де-факто произошел рост частного предпринимательства очень сильный. То есть там такой вот, я бы сказал, такой вот африканский капитализм в условиях очень холодной погоды. Люди там частным образом, явочным порядком, крестьяне разрабатывают частные поля, частные огороды, продают. Там шьют на домашних мелких фабриках одежду. Кто-то там покупает грузовики частным ввозом, формально регистрирует из государственных организаций, занимается частным извозом. Этого всего очень много. Очень много. И того, как цеховики в советские времена, в советские времена цеховиков было все-таки мало. Это где-то единицы, их особо не видно, не слышно. А там это чуть ли не большая часть экономики. Ну, в Армении было разрешено там отчасти часть. Как Армения, как Средняя Азия, может быть, в 70-е годы, но еще больше. То есть, ну, в любом случае, когда-нибудь это все кончится. Может быть, даже кончится очень скоро. Но, в общем, я не удивлюсь, если это еще и 15-20 лет будет продолжаться более-менее так. Как удалось Ассоциейтед Пресс открыть курт-пункт? Ну, он не совсем настоящий. Ну, во-первых... Он не совсем настоящий, да. Он не совсем настоящий, потому что там же нет американцев и журналистов. Там есть приезжающий журналист. Сами мест персонал, он северокорейцы. И понятно, из какого они ведомства. И даже примерно понятно, в каком звании. То есть, для северокорейцев, так сказать, возможность транслировать какую-то, вроде бы, приспособленную под Запад информацию. Правильно, в общем? Они умные ребята. У нас как-то за каких-то дураков держат. Они оказались в очень сложной ситуации. Но я не знаю, что им бы еще делать. Я ничего бы, так сказать, вот с точки зрения правящего семейства, и это верхние тысячи семейств, верхние, там, не тысячи, а сотни семейств наследственной власти. Я даже не знаю, что бы им бы посоветовать как бы уцелеть и удержаться у власти. То, что они делают, оно, в общем, отчерносили. Но в предлагаемых обстоятельствах это чрезвычайно ловко. Вот что касается еще предпринимательства, там, и продуктов питания, например. Мне было впечатление, что северная Корея, она просто голодает, что там, где плохо едят. Она не доедает, она не голодает. Это очень важное обстоятельство. Она голодала, но это давно. Уже 19, ну, может быть, 10 лет не один человек в Корее не умирает с голода. Бурчит в животе по весне едва ли не у большинства. Толстые, ну, толстые, там, это еще одна из тех стран, где, как в старые времена во всем мире, жирный, значит, начальник. Да, если у тебя животик, ты начальник, уважаемый человек. То есть с наследником все хорошо, он довольно толстый. Да, конечно. Ну, чтобы на русском, русский это традиция, бояриня, она толстая должна быть. Это вот только вот такие вот, я еще помню, вот мать рассказывает, ей 80, что вот после войны съездили в санаторий, как хорошо поправились. Там эта традиция жива. Но при этом люди-то с голоду не умирают все-таки. А можно ли об этом с уверенностью говорить? Можно. Информация, вот, у низовой, она не такая уж и закрытая. Есть огромные, люди ходят через границу. Мощнейшая нелегальная торговля, контрабанда. Официально разрешают в Китай ездить. 100 тысяч северокорейцев официально ездят в Китай. В год. 100 тысяч, чуть меньше, там, 80-90 последние годы. Неофициальные раза в три больше. То есть они ездят за границу, они... В Китай, в Китай. Только в Китай приграничный район. И только партийные люди. Ну, официально партийные люди. Они партийные, гастарбайтеры ходят в очень больших количествах. Но они не могут... Почему тогда они допускаются? То есть, получается, закрыться преувеличенно. Тогда вы не допускаете, потому что они нас смотрятся на чужих? Да, это уже происходит. Вот одна из мер, которые принимает новое правительство Ким Чен Ына, лично, видимо, он, ну, по слухам, это они пытаются закрыть границу. Они пытаются не отпускать гастарбайтеров, контрабандистов, мешочников. То есть, малогично. Неофициально, да. Но пока немножко получается, но с трудом. Андрей Николаевич, огромное вам спасибо. Андрей Ланьков, востоковед-историк. Вместе с ним мы так вот обсуждали, в каком состоянии встречает Северная Корея вот эту дату, 70-летие Ким Чен Ына. Спасибо.